Светлана Клокова проживает в сельском поселении Развилковской уже давно. Работает в магазине возле остановки, которую остановкой-то назвать трудно. Выставили вот этот забор, перегородив остановку. Возвчера начался демонтаж большой остановки. И поставили вот эту маленькую. То есть никто на вопросы не отвечает, кто заделает стройку, что здесь будет. Написала жалобу в администрацию, тишина. Жители жалуются на неукреплённость новой постройки и её малые размеры. Народ не умещается и ждать транспорта многим приходится, стоя на проезжей части. Взамен остановки собираются устанавливать очередной магазин. Перед тем, как начать здесь копать, они пробили кабель, где проходит 380 вольт. То есть сгорел столб, который был тоже вот здесь. Они его потом туда выкинули за магазин цветы. Если кто-то дотронулся, то просто сгорел человек. Табличка хотя там стояла, предупреждающая, что копать там нельзя. Недовольных очень много. Люди-то должны здесь сидеть и отдыхать и ждать автобуса, а не то, что магазин. Вон там один магазин стоит, здесь магазин стоит, там магазин. Это уже достаточно. Зачем ещё один? Ну где бабушкам сидеть? Чтобы прояснить ситуацию, мы созвонились с первым заместителем главы администрации Алексеем Селезнёвым. Мы не можем сами, к сожалению, вынести решение, если у нас нет таких полномочий, их наказать, остановить. Ехал бы стройнадзор, который имеет право наказать, выписать штраф, запретить строительство. Вот он обладает полномочиями, инспектор стройнадзора. Инспектор госадмотехнадзора имеет право приехать и наказать штраф. Я, к сожалению, только поругаюсь с ними. В свою очередь, госстройнадзор категорически не согласен с обвинениями в их сторону. Предметом ведения госстройнадзора является оценка соответствия выполненных работ по строительству требованием проектной документации, прошедшей экспертизу. Остановка автобусная не является таким объектом, чья документация проектная подлежит экспертизе. Соответственно, надзор за такими объектами органы государственного строительного надзора вести не имеют права. Для получения дальнейших комментариев мы обратились в госадмотехнадзор. Известиваем, ищем собственника данного земельного участка, найдем, вызовем и будем привлекать к административной ответственности. Казалось бы, остается лишь ждать лучшего исхода. Но Светлана настроена серьезно и не собирается сидеть сложа руки. Добиться лучшего отношения власти к жителям – ее главная задача. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ Корректор А.Кулакова Анастасия Нурхонова, Видное ТВ